Всем сюрприз! Нет, это не передача о насекомых. Я просто решил сделать необычную распаковку на природе. Погнали смотреть! Невеская распаковка. Это коллекция лошадей Ярость Прерий. У нас она называется Степные Рысаки. То немного нелогично. Ого, да тут целая статуэтка. Выглядит шикарно. Это Мустанг, одичавшая домашняя лошадь. 500 лет назад испанцы на кораблях завезли лошадей в Америку. До этого их там вообще не было. Но иногда домашние лошади сбегали с пастбища или теряли наездника. И собирались в дикие стада. Так и получились мустанги. Быстрые, выносливые и необузданные лошади. Кстати, мустанг так и переводится. Неукротимый. А крас у диких лошадей бывает различный. Черный, коричневый или с белыми пятнами. Всего в коллекции 8 лошадей. Надеюсь собрать всех с одного блока. А еще один блок я разыграю среди зрителей. Для любителей лошадей это, конечно, мечта, а не коллекция. На этот раз светлый жеребец с черной гривой и хвостом. Порода называется Quater Horse, что означает лошадь на четверть мили. Она была выведена для коротких скоростных забегов. А четверть мили это дистанция, популярная в скачках. Но вообще Quater Horse активно используется в различных видах конного спорта. Фигурка классная, можно использовать ее как часть интерьера. Посмотрим фотографию. Похоже. Следующий пакетик. О, тут коричневая лошадь. Такое сочетание окраса называется пегомасть. Смешное выражение лица, точнее морды, напоминает говорящего коня Юлия из мультфильма «Три богатыря». Порода называется Марремано, в честь области в Италии. Эта фигурка также полностью соответствует фотографии. Ссылочку на эту коллекцию вы можете найти в описании под видео. А тут, похоже, еще один итальянский жеребец Марремано. Это выносливая рабочая порода лошадей пастухов Бутерри. Бутерри – это итальянские ковбои. Правда, не знаю, зачем вам эта информация, для общей эрудиции пригодится. К сожалению, всю коллекцию мы уже не соберем. А это еще один мустанг. Классный он, конечно, но хотелось бы и на другие породы посмотреть. Лошади могут вставать на дыбы от страха или тревоги, а еще когда хотят заявить о своем превосходстве, ну или когда у них просто игривое настроение. Фотографию эту мы уже видели. Ну сейчас-то нам точно повезет. Да нет же, опять четверть лошади. В смысле мили. В смысле опять повтор. Ладно, друзья, слушайте условия конкурса. Напишите в комментариях, почему вам нравятся лошади. И подпишитесь на наш телеграм-канал. Это тот, который в телеграмме. Ссылку на него оставлю под видео. Я выберу одного победителя и отправлю ему блок сюрпризов. И будем надеяться, что вам меньше повторок попадется. Ну и если что, подарите их друзьям. А мы продолжаем нашу полевую распаковку. Да поможет нам сила земли. Опять конь Юлий. Так, это что тут получается? Я тут в крапиве сижу, комаров кормлю. А у нас одни повторки. Надеюсь, вы поддержите этот эксперимент лайками. И я еще что-нибудь интересное придумаю. Например, распаковку в лесу или на берегу озера. Что скажете? Последний сюрприз. Третий Квартер Хорс. Ну что, бывает и такое. Зато игрушки красивые. Жалко, конечно, что мы из восьми только три нашли. Но если вы прям сильно хотите, можно будет снять вторую часть и попробовать отыскать остальных. Если вам понравилась эта распаковка, обязательно ставьте лайк и участвуйте в конкурсе. Ну а я с горя решил пойти в люпинное поле снимать шмелей. Потому что шмели офигенные. Многие думают, что шмели не живут большими семьями, а летают сами по себе. Все ведь видели ульи и пчел. А где живут шмели, никто не знает. Гнезда эти мохнатые насекомые чаще всего обустраивают в земле. Причем они с радостью занимают заброшенные норы, сделанные другими животными. Иногда они живут в постилке из опавших листьев или дуплах деревьев. В колонии шмелей живет от 100 до 300 особей. И каждый из них выполняет определенную роль. У них даже есть специальный шмель-будильник, который встает раньше всех и начинает громко жужжать, чтобы всех разбудить. Шмели – отличные опылители, поэтому они высоко ценятся фермерами и садовниками. Их в некоторых странах даже специально разводят для опыления полей. Говорят, что один шмель за день опыляет в 5 раз больше цветков, чем пчела. И что он может трудиться 18 часов в сутки. Самые внимательные заметили, что на задних лапках шмеля есть какие-то удивительные оранжевые мешочки. Это так называемые корзинки, которые есть только у шмелей-сборщиков. В них трудяги складывают пыльцу и относят в гнездо. Мало кто знает, но шмели тоже строят соты и делают мед. Правда, меда у них получается немного. Друзья, напишите в комментариях, если вам понравилось наблюдать за шмелями. Пойдем с вами муравьев изучать или кузнечиков. Ну а на сегодня все. Всем классных сюрпризов. До новых встреч!